Дорогие друзья, с нами сегодня самый зажигательный, самый классный провокационный артист Елизавета Роднянская. Привет всем! Ну и несравненный Алексей Ростов. Алексей, ну так вам и слово. Расскажите, что сейчас у вас происходит внутри после того, как вы стали свидетелем такого грандиозного и масштабного мероприятия. Ну я хочу сказать, что результаты нас просто вот удивили, покорили, потому что действительно те люди, за которых мы голосовали, они в принципе и победили в конкурсе. Вот это самая честная, самая правдивая, самая замечательная премия. И даже не это главное, а главное, что побеждает талант, побеждает молодость, побеждает красота. А я хочу еще добавить, что вот для меня очень важный приоритет это харизма. Потому что когда выходит вот такое вот омелбное существо, которое как бы, ну на него смотреть даже неприятно, конечно, мы ставили не очень хорошие оценки, но здесь все дети... Это справедливые оценки, тем не менее. Да, я ставила справедливые, я признаюсь, ставила тройки, двойки, четверки, пятерки, но когда... Честное признание. Да, когда вышло пару девочек, которые просто покорили меня своей энергетикой, харизматикой, конечно, я не смогла сдержаться. Но это правда ведь, что победителей видно сразу, не так ли? Победителей видно сразу, они выходят все, и уже все зрители их, понимаете, они берут просто полностью всю сцену и весь зал. Елизавета, вообще сложно оценивать участников, вот сложно быть таким судей со стороны, ведь как бы это все субъективно, и красота субъективна, и желание понравиться кому-то тоже выливается в субъективную форму. Как вообще вот? Ну, вы знаете, я столько всего прошла в этом музыкальном шоу-бизнесе, что для меня судить несложно. Я сразу вижу, я вообще педагог по эстрадно-джазовому вокалу, и сразу вижу вот ребенка, когда вот он выходит, есть ли у него талант, неважно в чем, голос, подача, манера, модельное бизнес это, или какое-то актерское мастерство, я не знаю, ну вот у нас же много творческих профессий. По ребенку сразу видно, добьется он чего-то или нет, зачем ему ставить пятерку, если ты знаешь, что ребенок, ну, извините меня, никакой. Ну, к сожалению... Но это очень справедливо. Это справедливо, поэтому, чтобы его, как бы, ну, не обнадеживать, надо ставить, мне кажется, оценки такие, которые заслужил. Если человек пришел на конкурс, он должен, должно быть действительно судейство адекватное. Поэтому сегодня вот то, что мы судили всех детей, действительно молодцы, Пантера Модерлс, они действительно сделали так, что все оценки, которые мы поставили, все заслужили то, что должны были. Молодцы! Вот видите, друзья, какой у нас честно, неподкупно объективный, самое главное адекватный жюри, который действительно оценивает участников сообразно их таланту. Ну, а теперь поделитесь, совсем немножечко, ну, приоткройте завесу тайны относительно ваших будущих творческих планов. Ну, мы с Лизой, во-первых, записываем новые песни, готовим новый материал, который в самое ближайшее время появится на просторах, в первую очередь, интернета. Это будут и видеоклипы, и новые песни. Так что ловите, ждите Лиза Роднянская и Ростов готовят для вас массу сюрпризов. Я хочу просто добавить, у нас все творческий, вот этот вот весь порыв, он идет в медленном темпе, потому что у нас концерты расписаны на полгода вперед. Вот, поэтому это все идет медленно, но верно, как бы, вот, запись. Елизавета, а сложно получить вип-приглашение на ваш концерт? Я вас приглашаю, вот давайте спишемся с вами в Инстаграм и Вконтакте, приглашаю вас 9-го числа на супердискотеку 90-х, который состоится в Руки-Верх-баре. Недавно открылся Руки-Верх-бар на Тверской, 22. Всех приглашаю, и зрителей, и вас тоже приходите. Это будет супер-мега-дэнс, кто любит 90-е, 2000-е, кто хочет поностальгировать, приходить, это будет просто бомба. Ура, дорогие друзья, я столько раз брала интервью у Елизаветы Роднянской, наконец-то сегодня она официально дала мне приглашение на свой супер-пупер-концерт. Спасибо вам большое, спасибо вам, ребята, больших вам творческих успехов, радовать нас своими зажигателями, песнями, и никогда, никогда, никогда не сдаваться. Всегда быть на высоте, на той высоте, на которой вы сейчас и находитесь. А мы не сдаемся, и вы никогда не сдавайтесь. Ведь у нас танцуют все! Это точно, это точно, я танцевала, сама знаю, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok